Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Кинескоп — сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики, поведенческая аналитика, SEO-оптимизация в плеере и другие инструменты. Подробности по ссылке в описании. kinescope.io.ru Компания далее. Лучшая курьерская доставка для интернет-магазинов. Ребята делают крутой сервис на уровне 98% доставляемости в срок и поддерживают все умниканальные сценарии. В них работают самые улыбчивые курьеры. Имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество. Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Меня зовут Рид Лавтовский, я ведущий этого канала. Канал про ритейл, про e-commerce, маркетинг, диджитал сферу, диджитал среду. И сегодня мы с вами поговорим и про ритейл, и про e-commerce. Потому что в гостях у нас с вами сегодня руководитель направления по развитию интернет-бизнеса компании Метро Павел Домнин. Павел, привет! Да, добрый день. Спасибо за представление. Спасибо, что пригласил. Спасибо тебе большое, что пришел и нашел для нас время. Слушай, расскажи, пожалуйста, для зрителей и слушателей какой-то контекст о себе, как ты, в общем, оказался на должности руководителя всего интернет-бизнеса Метро в России. Не всего, не всего. Вот, 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 вот. Рассказывай. Ну, на самом деле, да, сейчас занимаюсь направлением развития интернет-коммерции, да, в компании Метро. Текущая позиция — это, наверное, собирательный образ тех предыдущих опытов, да, что у меня в жизни случилось, что у меня произошло, да, потому что, если брать текущие проекты в интернет-коммерции, текущие проекты в диджитал направлении, в B2B направлении, они так или иначе касаются, ну, практически, наверное, всех сфер. Потому что, там, у меня имеется в портфеле опыт работы в корике, да, с международной командой шеф-поваров. Это мне пригодилось однозначно, когда мы строим какие-то B2B продукты. С точки зрения моего операционного опыта в Метро, я был очень долго, как у нас три, это говорит, стор-менеджером, да, директором торгового центра, я понимаю всю операционную внутрянку, то есть, из чего состоит каждый процесс, что оттуда, почему, да, то есть, для меня это не космический корабль. С точки зрения развития бизнеса клиентов, я понимаю изнутри, потому что занимался коммерцией в Метро, да, развивал территории. У меня, по ключам, 6-7 регионов, которых я развивал B2B клиентов, которых я развивал корика направления клиентов, да, трейдеров, они же малый и средний бизнес и так далее, и так далее. Поэтому сейчас такой получился собирательный образ из всего, то, что может пригодиться в любом проверке гипотезы, в любом проекте. Слушай, это очень круто, потому что большое количество ритейлеров внедряют вот эту, знаешь, практику, когда, типа, мы тут из офиса придем в рознице поторгуем, потому что хватит уже сидеть год в офисе, или там многие вообще никогда, знаешь, не бывают в ритейлере, никогда не участвовали в розничной торговле. И вот в бизнесах, в которых я работал, я тоже вожу или руководил на якобы, это стандартная практика, это, на самом деле, действительно помогает лучше узнать. А то потом бизнес-аналитика зовут и говорит, расскажите нам, какие у нас бизнес-процессы. А вообще, на самом деле, они и так вот будут все понятны, сразу все более выясняют, как здорово. Расскажи, пожалуйста, какую долю занимает интернет и онлайн-продажа сейчас в бизнесе Метро, ну, вот тот блок, за который ты отвечаешь. В принципе, бизнес Метро, он крайне интересен, потому что мы не классический такой ритейлер, да. Внутри наших гипермаркетов живет еще такая очень серьезная и большая структура под названием битвиз, да. Вот, и ты очень верно подметил и разделил два понятия. То есть есть интернет-продажи, а есть онлайн. Потому что, на самом деле, у нас все строится, у нас есть наш интернет-магазин, да, в котором и ты, и я, мы можем заказать продукты, наши любимые из Метро, и наш стратегический партнер, сгерваркет, заботливо принесет это к нашим дверям, да. И есть вторая века, да, это очень стратегическая, очень важная история и составляющая, вообще, в принципе, всего Метро, да, всего Метро Мира, потому что мы во многих странах представлены, и в России не исключение, это B2B бизнес, который строится на основе онлайн-сервисов, которые есть в том числе внутри и в том числе там в моем направлении. Соответственно, если говорить про интернет-продажи, да, там B2C-сегмента и D2C-сегмента, вот, соответственно, это там порядка сейчас 13%. Если брать продажи онлайн-сервиса для B2B клиентов, да, вот, то это где-то порядка плюс-минус 17%. То есть если это все объединить, то это уже как бы под тридцаточку. И там есть у нас ряд локаций, где эта сумма уже приближается даже к 50%, да, потому что для кого не секрет, что в принципе все уходит в онлайн-сервис, да, там, как вы ни назови, интернет-продажи, онлайн-продажи, онлайн-сервис, скажем так, да, там в целом. Ну да. Не, ну у вас действительно два разных просто пула клиентов, и мы сейчас поговорим еще про это, потому что интересно, как вы это с точки зрения CRM разделяете. Тут бы в D2C-бизнесе управиться с одной базой клиентов, которые напрямую тебя покупают, там, с какой-то периодичностью, а тут надо с двумя разными базами управиться. Одни B2B-шники, вторые D2C-шники. Это интересно, как вы это делаете. Расскажи, пожалуйста, вот ты упомянул Сбермаркет и ваших партнеров по доставке. Вы же работаете, наверняка, ну, помимо Сбермаркета, еще с другими витринами, где продаются ваши какие-то товары, или у вас только своя витринка? На текущий момент у нас, если брать интернет-продажи, интернет-магазин, у нас две основных субъекты, две основных субъекты. Это наша витрина, собственно, и, соответственно, витрина партнер. А партнеры — это кто, например? Это Сбермаркет. А, то есть это вот один партнер? Да-да-да, это наш стратегический партнер, и у нас с ними, соответственно, есть партнерские соглашения на долгие-долгие годы. Ну, понятно. Расскажи мне, пожалуйста, ну, мы тут просто не такой бложик, мы тут честно разговариваем, вот, поэтому расскажи, пожалуйста, Сбермаркет, понятно, а то, что они возят, это логистика, а с точки зрения витрины у вас же есть собственная торговая марка, и у Метро очень крутой ассортимент собственный. Многие думают, что это вообще бренды, которые не ассоциируются даже с Метро. Знаете, как это, Рио, Риоба, да? Риоба, это наша гордость, да, Метро Ше, Метро Профессинал и так далее. Многие думают, что это такой бренд, который для кофея на... Да и кто не был никогда в Метро и даже не знает, что это Метро. Почему эти продукты там не продаются на других витринах, где, может быть, это было бы логично? Я не знаю, Азон Фрэш какой-нибудь или какой-нибудь там... Какая-нибудь другая витрина? Как в любом интервью наступает тот момент, когда я должен сказать, пока я не готов это комментировать. Но если серьезно, это немножко будущее. Об этом будущем я пока не могу говорить. Но в ближайшее время, оказывается, все об этом узнают. На текущий момент основное, как бы, я очень хорошую тему затронул, потому что СТМ — это то, чем мы гордимся, да. Это то, что вот прям поле милливейн, и у нас коллеги из направления собственных торговых марок, они в постоянном поиске, они привлекают шеф-поваров для разработки этих историй, они привлекают лучшую экспертизму рынка, просто читов и так далее. То есть это действительно то, что мы можем гордиться, и оно внутри еще сегментируется. Как ты правильно заметил, Риога — это направление больше для бара, да. И у нас там широкая линейка, да, там сиропов, копий, там молоко Риога разрабатывали специально, чтобы пена была плотная и так далее, и так далее. Там метро-шеф, метро-профессионал — это больше для ресторанного бизнеса, ресторанной ветки. И мы, собственно, B2C клиентам, говорим, почувствовали себя шефом, да, в приготовлении наших продуктов. И кроме шинта, эти продукты действительно проходят тестировку шефами, да. У нас есть очень много партнеров, которые нам в этом помогают. На этот лучший момент у нас получается для основных каналов для продвижения, да, из-за всего, это ретрина нашего партнера, да, пермах, это наша собственная ретрина, и мобильное приложение, да, в том числе, и плюс наш B2B, соответственно, B2B-платформа, наш внутренний ресурс корпоративный, с помощью которого мы реализуем онлайн-продажи нашим B2B-клиентам. Компания ImShop. Ребята делают лучшие мобильные приложения для ретейла. Быстро, эффективно, омниканально и с программой лоярности. Я сам с ним работал и очень рекомендую обратить внимание, если вы еще не запустили мобильное приложение или устали от дорогой и бестолковой разработки. ImShop.io Компания AVG. Ведущий разработчик и интегратор IT-решений для крупного ретейла и банков, который специализируется на проектах по цифровой трансформации и помогает с вопросами IT-импортозамещения. AVG.ru. Ссылка в описании. Окей, ну, в общем, мы услышали по поводу стремов. Да, это ретопаркная тема, я начну сейчас свалить долго и так далее. Да-да-да, хорошо. Скажи, пожалуйста, вот откуда сейчас происходит основной прирост бизнеса, да, в текущей ситуации, мы поняли, какие у вас фактически есть там витрины, каналы, а сейчас прирост бизнеса происходит за счет новых клиентов или за счет того, что вы там текущим клиентам больше продаете? Где, куда вот эта стратегия смотрит? Ну, на самом деле, я думаю, что, опять же, ни для кого не секрет, что уже, как бы, всевозможные эффекты, всевозможность предыдущих событий, они далеко в прошлом, да, и те колоссальные приросты, которые случились, да, там, и в 20-м году и в 21-м году, может быть, я надеюсь, они не повторятся, но с точки зрения, да, там, самих событий. Вот, а на текущий момент это, по большей части, ну, первая наша основная база, да, клиента, потому что, как ты правильно заметил, она очень четко сегментировалась, и мы знаем практически фракансов клиента практически все, да, то есть тоже, в том числе, отличает нас от других ритейлеров, потому что, ну, если другие ритейлеры сейчас, да, там, ну, либо, буквально пять лет назад начали вводить инструменты, чтобы, вот, прям, разложить по полочкам, да, сегменты клиентов, мы всегда так жили, то есть мы не знаем, как по-другому, и у нас каждый клиент попадает в определенную ячейку, и, соответственно, коллегии CRM, они для каждого сегмента в текущей обстановке, да, подбирают необходимую коробочку с инструментами, да, которая позволит работать с текущей базой. Плюс к этому, с точки зрения новых клиентов, так как мы еще не все сказали, потому что, допустим, в марте у нас состоялся релиз мобильного приложения для любителей, вот, и то, что мы сейчас видим по статистике, по динамике, оно реально привлекает новых клиентов, да, как бы все мы знаем, что мы все делимся на новаторов, кто хочет попробовать новое, на чек с людей, которым главное удобство и так далее, поэтому мы этой истории сейчас в том числе привлекаем, и наши менеджеры, которые работают в полях с генской базой, предлагая новый инструмент, тем самым привлекают очень новых клиентов. И в рамках текущей базы, существующей, мы работаем с сортиментом, потому что, да, сейчас сортимент на рынке, мягко говоря, не сабинин, в целом, да, любой ритейлер, любой поставщик ищет какие-то новые возложности, ищет замены, да, там, качественные замены тому, кто ушел, да, там, тому, кто вернулся и как-то по-другому сейчас набивается и так далее, вот, поэтому это большая работа действующей базы, да, полудержавая, и понимание, что нужно здесь и сейчас нашим клиентам для доработки экспериментов. И, конечно, это привлечение новых клиентов за счет инструментов, за счет нового сортимента и, соответственно, непосредственной работы в основном. Вот, давай теперь поподробнее, а то это, конечно, красивый ответ про то, что мы и удерживаем, и новых приводим, вообще у нас все хорошо. Спасибо большое за это. Давайте рассмотрим, как вы работаете с новыми. Вот у вас есть D2C с B2B бизнесом, отдельно сейчас поговорим, это действительно интересная история, просто бизнес другой. Вот есть D2C бизнес, и фактически вы играете на поляне, где играют другие маркетплейсы, где играют другие фуд-ретейлеры, и, ну, а клиенты как бы конечные, больше их особо не становится. Как получается ли у вас вообще растить трафик и клиентскую базу D2C, вот это, да, финальных таких розничных клиентов, и за счет чего? Если говорить про интернет-продажи, то, естественно, очень большая часть здесь — это инструменты персональных смарт-тейгеров. Вот, и немножко могу похвалиться, да, даже немножко, да, там, наша команда, которая занимается СМЛ-направлением, получила награду Федерной Меркурии, вот, если я правильно сказал, да, потому что у нас один из самых успешных на рынке телеграм-каналов. Капитальник, кто не верил в это, в мир поверили, и команда метра, СМЛ-направлением, очень большой упор делал на развитие, и он не просто такой, что вот вам молоко по акции, да, то есть там происходят постоянные конкурсы, там происходят всевозможные блогерские истории, да, там, с изготовлением огромных конфет из наших СММ и так далее, и так далее. Вот сейчас у нас идет большой розыгрыш большой синий машины, вот, которая красуется в нашем Градланд торговом центре. И вот за счет таких интересных вещей, когда были там предыдущие каналы, которые я не буду упоминать, да, соответственно, с помощью каких-то новых инструментов мы пытаемся привлекать вот как раз как этого нового заветного клиента, бля. Плюс история в том, что поскольку мы работаем в стратегическом партнерстве с бирмаркетом, у нас есть возможность энергетического эффекта, да, когда, ну, первое, клиент, естественно, всегда понимает, что откуда приедет товар, да, с какого торгового центра, да, там, даже, можно сказать, с какого конкретного торгового центра. С совместными усилиями двух команд, с Амадеметра и с бирмаркета, находятся вот эти вот возможности, что же можно предложить клиенту, кому-то мы даем, да, там, бесплатную доставку для того, чтобы попробовать сервис, да, кому-то мы присылаем предложения в наши, там, известные и щедрые высадные, с супер-супер акциями и классными скидками и так далее. Если раньше, там, лет 10 назад были истории, которые работали и всех одинаково, так, то есть можно было делать рассылочку, потом прозвонить клиентов и после этого получить какой-то ощутимый результат. Сейчас, на самом деле, это, в своей жизни, то, чем занимаются, то, чем занимаются мои коллеги, да, из разных направлений, это все мит. То есть, и это, можно сказать, постоянный поиск, брейш-сором, а что мы сейчас можем дать, да, что в этот сезон нужно клиенту, что нужно ему прислать, да, а как принимает ли он эту рассылку, потому что, ну, у многих из нас уже телефон полностью с точки зрения уведомлений заблокирован, и клиент становится в текущем моменте такой бронебойный. То есть, вот, я не поддамся на ваши рассылки, мне не нужны ваши письма, мне не нужны ваши куши и так далее, и так далее. Но в любом случае, да, есть инструменты Телекоменд-маркетинга, есть новые диджитал-инструменты, которые позволяют все-таки вот обратить внимание, что мы еще не все сказали, попробуйте нас. Да, ну, мне нравится, как ты Телеграм-канал со Сбермаркетом на одну примерно полочку поставил, вот, с точки зрения результативности, хотя, да, я понимаю, что, безусловно, со Сбермаркета вы получаете дополнительных новых клиентов к себе, правильно я понимаю? Ну, а учитывая, что берет, опять же, это четко стопроцентное партнерство, стопроцентная связка, это, как это сказать, это неразделимо. И тут, значит, полочки, я не соглашусь, я просто привел пример, да, о том, что, да, о том, что, как бы там, мы видим много каналов, да, и они, ну, как правило, мы немножко случайно уходим, а это вот та история, когда ребята поверили, когда команда маркетинга поверила, тогда никто не верил, и РАП это дало свой эффект, и сейчас он третий, если брать, канал и ритейлер. А у вас отдельный телеграм-канал для B2B и для B2C клиентов, или общий? Ну, поскольку у нас наша база, в целом, метро, она очень жесткая и четко сегментирована, да, у нас есть те каналы для всего, да, то есть у нас есть ветки для B2B истории, у нас есть новостной канал, но это, как бы, основной метро-канал, через который мы транслируем все свои активности, мы напрямую общаемся с теми людьми, которые туда приходят. Там сейчас... Телегки на горе. Да-да-да, если я правильно помню, порядка 250 тысяч подписчиков, да, команда SMM, ребята успевают общаться с этими подписчиками, именно отвечая, не просто, да, спасибо, что зашли к нам, вот, мы всегда рады вам, да, а именно с точки зрения помощи, да, то есть каких-то клиентов перенаправляют, да, в нужный ресурс, где они могут решить свою проблему, каким-то, да, предлагается промо-код, если вдруг кто-то пошел не так, то есть там именно вот прям ювелирная работа. Ну, то есть у вас получилось заменить ушедшие соцсети на условный Телеграм, который с разной, нужно признать, степенью успешности у разных компаний работает, но 250 тысяч — это реально крутой результат. Скажи, пожалуйста, а вы используете какие-то инструменты, чтобы тащить именно в Телеграм новых клиентов, не из, условно, ваших витрин уже, потому что, понятно, на сайте можно разместить там или в коммуникацию прислать уже существующему клиенту, а может быть, из других Телеграм-каналов какая-то, реклама внутри Телеграма, которая приводит новичков, работают ли эти что-то? Чтобы не играть, я точно 100% не связываю, потому что это реально отдельная версия, и ребята, собственно, погружены. Но безусловно мы это используем, мы знаем, что сейчас Телеграм дает такие возможности, как бы реклама и продвижение внутри себя. Поэтому, естественно, это инструментарий. Хорошо. А расскажи мне другую вот еще штуку. Игорь, если завершать тему D2C-бизнеса, насколько, по-твоему, связан рост интернет-продаж, да, вот, E-кома, с открытием новых физических локаций? И вообще, есть ли у вас сейчас открытие новых физических локаций? Это известно всем, что на текущий момент у нас нет активной экспансии. Да, у нас активная экспансия в текущем варианте как бы не рассматривается. При всем при этом, это поиск возможностей внутри себя. В том году мы запустили DarkStorm, опять же, совместно с нашим парктером. Мы проверяли эту дефолтезу и смотрим, что это даст нам. Мы внутри себя открываем доставочные платформы для наших B2B клиентов. Уже, как бы, коллеги из нашей профессиональной доставки, они фокусируются именно на конкретном ассортименте, на конкретных потребностях. И в каких-то ситуациях мы даже делим это по клиентским сегментам. Посмотри внутрь себя, как ты можешь сделать себя лучше. Потому что, ну, в любом случае, сейчас, конечно, и появляются новые сети, особенно дискаунтеры сейчас в трейде, и показывают великолепные результаты. У них сейчас это эпоха. У нас сейчас эпоха развития внутреннего потенциала. Наши площадки, исходя из площадей, позволяют делать какие-то интересные вещи с точки зрения улучшения операционных процессоров для клиентов. Сейчас попутся больше для этого. Ну, окей, ладно, давай тогда переходить к истории, связанной с B2C и B2B. Расскажи, пожалуйста, в чем вот основные эти различия? Потому что я когда к интервью готовился, я заказывал пару раз что-то через метро. Чаще приезжал, надо сказать, в физический магазин, чем заказывал что-то в онлайне. Ну вот сейчас, когда готовился, зашел на сайт, и там явное разделение двух сайтов внутри одного, B2B-шного и B2C-шного. Расскажи, пожалуйста, в чем выражается это разделение? Я думаю, что первым ты увидел метро.сиси.ру. Соответственно, это, можно так сказать, наш глобальный ресурс. То есть у каждого метра в каждой стране существует такой ресурс с соответствующим доменом, и он наша обложка. Учитывая, что главный стратегический фокус компании метро остается это развитие B2B-бизнеса, соответственно, все начинается с этого. И внутри метро.сиси.ру как раз таки живет предложение для наших B2B-клиентов, разделенное в соответствии для ресторана, для трейдеров, они же средний и малый бизнес, для сервиса, офисов компаний. Внутри живет, соответственно, онлайн-платформа, которая, если клиент пройдет несложную регистрацию, позволит ему работать с нами по доставке и иметь всевозможный спектр привилегий, связанных с этим. Все, что сейчас актуально, это электронные документы обороты, индивидуальная поддержка, ответы на все вопросы от call-центров, которые тоже специализируются внутри и разделяются, и так далее, и так далее, и так далее. Если мы зайдем еще, скажем так, на один уровень, кнопочка интернет-магазин, мы попадем, собственно, в тот самый D2C или B2C, да, там, как кому больше нравится, где уже непосредственно, как бы, другой набор инструментов, да, там клиент является для нас колечным клиентом, но прям в очень хорошее время мы с тобой встречаемся и общаемся, потому что буквально 5 июня мое направление запустило сервис B2B Express. И у нас сейчас получается такая реально коробочка с инструментами, которая позволит разному клиенту закрыть разную потребность. То есть, условно, у нас есть наша платформа, которая внутри называется M-Shop, которая позволяет онлайн окружать B2B клиентам. Далее мы зарелизили в марте месяце приложение InShop, да, дали свободу B2B клиентам, да, чтобы они 24 на 7 могли общаться с нами, делать заказы и так далее. Далее у нас есть, соответственно, B2C витрина в интернет-магазин, и внутри Нью-Йорк у нас теперь есть B2B Express, который позволяет клиенту закрыть, ну, так называемую urgent need потребность, вот нужно мне сейчас, потому что, допустим, если брать нашу B2B-достатку, это очень основательный большой сервис, да, он состоит из нескольких частей. Это платформа, это профессиональная команда селс-лидеров, которые развивают свои направления с точки зрения корика, с точки зрения среднего и малого бизнеса, они же трейдеры, да. Вот, это большая команда именно с сервиса доставки, которые все вот эту вот кашу варят, чтобы все было вовремя, да. Но там история в том, что поскольку там есть специальный прайс для клиентов, специальная ценообразование, кредитный лимит, отсрочка, то есть огромный спектр инструментов, туда заходят клиенты основательно и на долг. Да, это стабильные регулярные отгрузки, это очень высокий средний чек и так далее, и так далее. Но у каждого бизнеса появляется потребность, хочу сейчас, у меня что-то закончилось, мне не привез к состатчику. Поэтому мы немножечко покрутили с IT, у нас вообще IT молодцы, они с лайкотингом, с якумом, как в одну связку сделали определенный движок, который позволил внутри интернет-магазина сегментировать клиента и давать ему быстрый сервис B2B доставки. То есть у нас теперь есть, да, как бы, большой серьезный инструмент, онлайн-платформа для B2B, Gileshawk, у нас есть к нему приложение, у нас есть B2B быстрый здесь и сейчас, и, соответственно, B2C с любимой и расстоянием. Так, ну, в целом, картинка нарисовалась. А логинизация, авторизация, она одинаковая для B2C и B2B? Нет, тут все, скажем так, у B2B всегда все очень серьезно, да, поскольку это, можно сказать, международная платформа, да, которая позволяет отгружать B2B клиентов, а там, соответственно, клиент должен получить доступ, но для этого у него есть персональный менеджер в компании всегда, да, который поможет ему пройти эту дорожку. Ну и тут, в принципе, B2B, это такая история, она очень персонализирована. То есть, наши менеджеры полевые, они знают каждого клиента, они знают его ассортимент, они помогают ему, если ему нужна доставка, довести до этого момента, да, подготовить необходимый договор, собрать документы и так далее, то есть, забрать это все на себя. Поэтому, там, авторизация, она такая, как сказать, очень серьезная и основательная. С точки зрения B2C все легко и просто. У вас есть номер телефона, вы легко получаете нашу карту и приложение, сайт, рады вас видеть, welcome в любое время. Слушай, у вас же сменилась недавно политика, что не надо эти оформлять. Раньше был закрытый какой-то вообще тайное сообщество. Ну, когда-то совсем давно, типа в метро, ой, а у меня, не знаю, меня пустят, не пустят, у меня карты есть, нету какие-то вообще. Кого-то в ночной клуб закрытый пришел, они выглядят шоколадок купить. Я тебе даже больше скажу, я помню в Риэле, когда эти карты другие и хорошие люди продавали. Да-да-да. То есть, на Авито можно купить карточку, типа, покупил и не в метро до шопится. Вот, конечно. Окей, а когда вы, условно, я помню, новость была, там, почти пару лет назад, да, когда прям отменили все это. Не пару лет назад. Вот, на самом деле, это случилось вот буквально весной. История в том, что, как сказать, концептуально мы не отказались от своей стратегии, да, развития, и в любом случае, чтобы клиенту получить все преимущества, которые он может получить, ему все равно необходима карта. Потому что, ну, на самом деле, это волшебные инструменты для компании, для клиента, да, потому что компания лучше понимает потребности клиента, да, с точки зрения его закупок, с точки зрения смены его интереса, да, там, жизненного цикла и так далее, и так далее. Вот. А для клиента это, собственно, возможность всевозможных инструментов кэшбэка, всевозможных бонусов, да, там, и так далее, и так далее. Сейчас масса инструментов, да, с этой точки зрения. И как раз-таки взаимовыгодная история. То есть, да, мы открыли двери, да, мы ждем всех, как и раньше ждали, и, как сказать, много басней было на ту тему, как же сложно к вам попасть и так далее. Ну, теперь это не сложно абсолютно, да, мы параллельно сделали, команда CRM сделала кучу сервисов. То есть, естественно, если ты B2B клиент, и если ты хочешь получать необходимый пакет документов, да, если ты работаешь с НДС и так далее, и так далее, и так далее, безусловно, тебе нужно будет внести какие-то свои персональные юридические данные, да. Но с точки зрения B2C клиента мы максимально, так, облегчили эту процедуру. Сейчас мы вернемся к CRM, там много чего тоже интересного. Скажи, чтобы закрыть историю, которую вы сейчас обсуждали. Фулфилмент заказов B2C-шных происходит с торгового зала, я так понимаю, из склада, который вот ваши большие склады, а B2B-шные из какого-то другого склада, другого хранения. Или я неправильно понимаю? Нет, как сказать, в общем, да, B2C-сегмент — это торговые центры, вся площадь, да, там весь ассортимент доступный, спора, комплектация и так далее. За исключением одной очень классной локации, где у нас идет пилотирование проекта Darkstore, да, и там, получается, на территории лежит кор ассортимент, который всегда нужен клиенту, а Long Tail находится за стеной. Вот, и мы там много очень интересных гипотез проверяли, и проверяем, и вот сегодня я буквально был там, с корабля на бал, да, и, возможно, за этим форматом будущее. Может быть, а может быть и нет. Да, то есть мы стараемся это проверять. Слушай, а с точки зрения... Это какая-то отдельная локация, или это... Да, да. Это прям отдельный, как Darkstore выглядит, небольшое какое-то помещение без вывески, там нельзя зайти. Ну, это, скажем так, как гостевой домик. Вот, то есть есть большой торговый центр, да, один из наших лучших, там, Дубровка, который находится в центре Москвы, в самом сердце Москвы, да, вот, и прям рядом с ним, можно сказать, стенка в стенку, отдельно стоящая здания, там, плюс-минус тысяча квадратных метров, которая, собственно, осуществляет континмент, именно уже чисто рекоммерческих заказов, и с возможностью пополнения Long Tail из торгового зала, то есть два в одном, вот, у нас есть всегда запас, да, который нам гарантирует, что заказ клиента будет максимально укомплектован, да, вот, и плюс, если клиент захотел вот именно вот эти стерламутровыми пуговицами, они у нас совсем. Слушай, это здорово с точки зрения покрытия вашего ключевого рынка, я так понимаю, все-таки это центральный регион, ну, понятно, там, Москва, если говорить про региональную экспансию, потому что большое количество игроков на рынке видят свое развитие через региональную экспансию, а как у Metros дела обстоят вот с регионами, и планируете ли вы какое-то развитие этого формата Dark Store в регионах? Нет, на текущий момент это только одна локация, да, как бы она, скажем так, этот проект, он его даже не назовешь филотом, то есть это уже свершившийся факт, да, и это действующая E-комплатформа, но как в любом бизнесе, да, мы смотрим на текущий момент на метрики, то есть мы очень много смотрим изменений относительно спроса, относительно операционной деятельности внутри, насколько улучшилась, ускорилась сборка у наших партнеров, да, насколько эффективно мы покрыли всю территорию, да, что есть ли у нас там еще белые пятна или нет, то есть это такой очень серьезный, важный, да, эксперимент для нас, и мы внимательно за ним наблюдаем, но сейчас однозначно сказать, что мы идем в этот формат, как бы я не могу, то есть мы наблюдаем, мы смотрим, мы развиваем там продажи, вот сейчас мы запустили там 30-минутную экспресс-историю, вот, тоже посмотрим, как она себя поведет, как среагирует клиент, да, и далее уже будем с партнерами обсуждать, возможно ли развитие. А если говорить про нашу достатку для B2B клиентов, то уже давно, да, коллеги из этой ветки операционно сделали платформы, да, которые находятся внутри торговых центров и которые специализируются иногда даже на группе клиентов отдельно. Какая-то локация отгружает корик клиентов, да, какая-то локация специализируется на магазинах, на небольших точках и так далее, то есть и какая-то поддерживает нашу франшизу Форсоль, которая тоже, да, как СТМ, наш стратегический фокус и так далее. Вот, поэтому, то есть там вообще очень четкая сегментация и она как раз-таки вот и позволяет и поддерживать, и развивать, и в регионах в том числе. Окей, ну вот действительно исторически метро всегда отличалась крутой авторизацией, потому что нужно было карточку иметь, и все, и понятно, это было в основном направлено, конечно, на B2B-шных клиентов, вот, а для B2C-шных сейчас все облегчили, и все легко и просто, как в любом интернет-магазине. Расскажи, как CRM-стратегии начинают пересекаться, вот этот колоссальный опыт B2B-шный в рамках CRM-а, насколько получается перенести его в B2C, и какие вот лернинги, может быть, какие там лучшие практики из B2B вы переносите в B2C? Опять важно сделать сносочку и обратиться к истории, что когда метро энное количество лет назад пришло на российский рынок, и на любой рынок, России, Индии и других стран, соответственно, все начинается с аквизиции территории, то есть мы формируем большую клиентскую базу, в которой мы про клиента знаем практически все, потому что он для нас B2B-клиент, а B2B-клиент, он славится тем, что он сразу показывает, скажем так, свой паспорт, паспорт в виде NNN, через который можно узнать вид его деятельности, когда-то просто зайти в офис, когда менеджер от визитции докладит офис, он понимает, ага, это компания, которая занимается установкой окон, а это кафе, это ресторан и так далее, и так далее. Поэтому вот на этом все, как оно слоями у дуба более 20 лет формируется, у нас уже внутри такая история, что мы каждому клиенту подходим с этой точки зрения. Даже если это клиент, скажем так, розничный, конечный потребитель, который приходит и приобретает для себя товары, команда CRM старается выявить какие-то паттерны в поведении, найти какие-то схожие моменты, потому что B2B нас научили и учат, что у них очень жесткие требования к ассортименту, к обслуживанию, к сервису и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, это, как сказать, это просто генетически переносится на наших конечных клиентов, которые приходят покупать для себя, потому что мы также стараемся разделить их на какие-то некие когорты, что, скажем так, у кого какой средний чек, что внутри этого среднего чека, потому что у нас очень много клиентов, они как шеф-повара, то есть они приобретают домой наши собственные торговые марки, чтобы удивить семью, приготовить какое-то блюдо современное, интересное, какой-то кухни, может быть, то, что сейчас популярно, либо посоветовали на каком-то канале, а вот приготовьте, и будет вкусно. Вот, соответственно, мы заглядываем на этот уровень. И получается, что B2B-экспертиза, она дает нам очень качественно работать с B2C-сегментом, потому что мы так умеем. Слушай, а вот давай попробуем этот пример разобрать. Есть, например, этот сегмент людей, которые как шеф-повара, они заказывают собственные торговые марки, и видно, что не просто хлопья балаком заливают, а что-то готовят. И как? Вот они попали в этот сегмент. Что вы с ними делаете? Ну, соответственно, команда метро подбирает предложения, для того, чтобы не просто ты получил письмо волшебное, где тебе предлагают молоко по суперцене, а для того, чтобы ты получил какой-то определенный набор, для того, чтобы ты получил какой-то более адресный ваучер на какую-то скидку, которая предполагает твою любимую категорию. То есть это как, если переложить это на модель B2B, если мы у нас сейчас в развитии фастфуда и так далее, мы подбиваем под это все профессиональные каталоги, и команда B2B маркетинга собирает кропотливо одноразовую упаковку, необходимые составляющие для бургера и так далее. Вот здесь то же самое. То есть если мы понимаем, что вот эта вот коборта клиентов, она очень любит интересные продукты, всевозможную рыбу и так далее, и так далее, то, соответственно, будет и предложение. Если мы понимаем, что вот эта часть клиента нацелена на скидку, вот такая будет и история. То есть тут строится все именно от вкуса клиента, да, что ему будет. Да, это понятно. А работает это в основном на сайте, то есть или на витрине, там, в мобильном приложении, и персонализирует то, что видит клиент? Или это в прямых коммуникациях, в имейлах, в пушах, там? А это и в прямых коммуникациях, и в личном кабинете клиента, да, потому что если брать, допустим, ваучеры, когда ты установишь наше мобильное приложение, ты увидишь там свои со временем персонализированные предложения на какую-то категорию товаров, да. Вот, если у тебя нету мобильного приложения, ты получишь волшебное письмо. Если ты зайдешь на наш сайт, то ты увидишь что-то в нашей ленте, да. Мы причем очень часто экспериментируем, и коллеги из Мартинсанга делают всевозможные истории с рецептами готовыми, да, которые собираются из наших продуктов, да. И, соответственно, тут же тебе цены, и вот тебе доставка. То есть все прям вот вся цепочка есть. Это, кстати же, прям отдельные бизнесы есть за много западных компаний, которые привозят рецепты. То есть они условно выкладывают рецепты, выкладывают контент по приготовлению этих рецептов, ну, а дальше уже просто по интеграции отдают этот заказ какому-то ритейлеру, который его везет. А я так понимаю, что вы этот опыт воспроизводите прям внутри своих коммуникаций, там, приложения. А это как раз таки вот то, что, и, как сказать, продиктовано нашим богатым опытом с точки зрения B2B. Вот. Потому что мы всегда в своих торговых центрах там собирали мастер-классы кулинарные, да. Наши партнеры, они же наши клиенты, показывали всем искусство кулинарии, да. А это перешло все соответственно и далее уже в онлайн-инструменте, да. Потому что там взаимодействие с такими-то блогерами, инфлюенсами и так далее, оно тоже на этом строится. То есть вот они, реальные продукты, пожалуйста, мы приготовили. Если ты хочешь что-то приобрести, вот, пожалуйста, все рядом. Хочешь, приезжай к нам, да, потому что все равно мы стараемся в офлайве сохранять какие-то эксклюзивные вещи, да. Потому что торговый центр – это такая определенная культура, в мини-государства, да, где клиент может окунуться полноценно, да. Потому что интернет, он вроде бы дает и ломает границы, расширяет возможности, но, да, я по себе знаю, мне иногда очень хочется посмотреть, как это выглядит, да. И я немножечко с опаской отодвину покупку, думаю, я доеду, я все-таки посмотрю, да, как это выглядит, понравится мне это или нет. Вот, поэтому, как бы, с точки зрения оффлайна, мы поддерживаем какие-то интересные истории внутри торгового центра, да. Вот, все-таки, чтобы вот это вот сохранить. Как ты видишь вот количество клиентов, которые приходят в Pure Online и просто покупают сразу прям, надо им там какие-то конкретные продукты и все, и они вообще в оффлайн не ходят? Вы это как-то отслеживаете? То есть, насколько вы начинаете вот такую игру играть? Ну, на самом деле, я думаю, что это всем известно, что омниканальная история, она дает гораздо больше бенефит, да, потому что если клиент имеет массу возможностей, то есть сегодня я еду мимо торгового центра, я заеду обязательно, завтра идет проливной дождь, я закажу, вот. И все-таки больше, как сказать, у метра, и это сейчас, это мы сейчас, как это, я в лице себя метра не превосставляю, но у нас действительно есть клиенты, которые с нами гадали, да. И когда в свое время они имели возможность только дойти ногами до торгового центра, это была одна история. И сейчас, уезжая на дачу, находясь в другом городе в командировке и так далее, и так далее, они имеют возможность заказать еще и онлайн. Вот, поэтому тут, мне кажется, эта история более энергетическая, потому что, ну, я, допустим, редко вижу клиентов, которые исключительно в текущем моменте приверживаются одного. Ну, ну, я не знаю, да, то есть, ты хоть на Marketplace, но сбежишь, да. То есть, невозможно, чтобы приходил только в свой любимый гипермаркет много лет. То есть, сейчас любое комбинированное, у клиента комбинированное поведение. На глобальном рынке ваших конкурентов на российском, слава богу, нет, ну, тут можно сказать, слава богу, нет, неважно. В компании Carrefour, это такой французский ритейлер, они говорят, что на 20% у них растет выручка от тех клиентов, которые ведут себя вне канально, то есть, покупают и в онлайне Carrefour, и в их розничных магазинах. Мы в одном из интервью уже с Софьей Лейной из ленты это обсуждали, если еще не смотрели, посмотрите. Хотя, отлично, на интервью, да. Да, 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 спасибо. Расскажи, пожалуйста, а в чем вот принципиальная разница между B2B и B2C? Потому что вот если про B2C понятно, да, это конкретный клиент, конкретный человек с семьей, которую он там кормит, хочет удивить, рецепты, круто все звучит. B2B здесь вы фактически их бизнес-партнер. Конечно, первое, что в голову приходит, вы нам эту скидку дайте, вы тогда боржет больше заработали в своем бизнесе, и вообще будет вам большое спасибо, Метро. Но ведь вы же можете, наверное, подсказывать, да, как можно еще свой бизнес расширить, улучшить, ассортимент изменить. И вот про это расскажи, может быть, как вы как партнеры работаете с B2B? Ну, на самом деле, да, безусловно, если там открыть какой-нибудь из клиентских опросов, да, если сейчас в каком-нибудь телеграм-канале запустить опрос типа, что для вас важнее всего, большая часть нажмет в цель. Но с точки зрения B2B, тут, наверное, комплекс. Потому что если, например, брать корика клиентов, для них крайне важно наличие. Потому что у шеф-повара есть такая волшебная терминология, да, там с прошлого сейчас вспоминаю быстро, а это стоп-лист. Вот, и для любого ресторана просто страшный момент, когда какой-нибудь салат Цезарь, который является дуйной коровой, да, попадает в этот страшный стоп-лист. И, по большому счету, бизнес готов сделать все, что угодно, чтобы найти, там, не знаю, закончившийся лист салата, либо, там, не знаю, перепелиное яйцо и так далее, чтобы позиция продолжала продаваться. С точки зрения розничных магазинов, да, небольших, там тоже самое, там, безусловно, цена – это наше все. Потому что на рынке большое количество дистрибьюторов, несмотря на изменения, там, с ассортиментами, да, там, за последнее время, все равно есть что предложить, есть профессиональные дистрибьюторские прессы и так далее. Тут, наверное, больше все-таки сервис, что мы можем подготовить комплексное предложение. Если брать, допустим, направление розничных магазинов, да, то там еще у нас, допустим, франшиза фасоль здесь. То есть в любом случае клиент приходит не просто для того, чтобы купить товар. Но мы стараемся дать ему комплексно, да, как бы такой, ну, некий консалтинг, как ты правильно сказал, где-то подсказать, помочь. И сейчас мы на оффлайн-бизнес так это перевалились, да, но менеджер в полях… Да, вот интересно, в онлайне это можно, можно ли это масштабировать? Тот факт, что заботливый менеджер по продажам для того, чтобы выполнить свой план, конечно, всего тебе насоветует, это понятно. А как это автоматизировать в онлайне, правильно персонализировать витрину под этот вид бизнеса? Одни бургеры готовят, вторые пиццы готовят, третий кафешка у них там с кофе. Ну, первое, как бы, никто никогда не отменял профессиональных каталогов, да, и они у нас всегда происходят. И какое-то время мы назад отказались от печатных версий, и наши каталоги полностью ушли в онлайн. Вот, и это вызывало огромное количество споров, но показало, что все-таки, да, как бы клиент к этому готова. Если брать с точки зрения нашей онлайн-платформы, клиент может всегда уже идти посмотреть. Первое, да, то есть там будет всегда актуальная цена, там будет в каких-то случаях еще и очень все красиво представлено, да, как это маркетинг может сделать. Это первый момент. Второй момент. Онлайн-платформа способна внутри себя, да, ну, естественно, с поддержкой менеджерских одежды где-то, да, формировать статологию для клиента. Клиент не получает какой-то разрозненный пресс-лист, да. Клиент получает уже готовый продукт по той ветке, по которой он развивается. То есть если это небольшой магазинчик, трейдер и так далее, он получит комплексное предложение, да, там, включая наши СМ, а СМ, в принципе, если они учились в бизнесе, их трудно заменить. Да, то есть если твой клиент расстрабовал, ему понравилось, то эта позиция становится, так как бы тебе продажа как клиенту, и, соответственно, далее ты начинаешь как бы, да, участвовать в этом партнерском взаимодействии, да, приобретая. Если это направление ресторанного бизнеса, там вообще все очень интересно, да, эта команда готовит постоянно всевозможные специализированные каталоги, да, для того, чтобы как раз-таки вот влиять в комплекс. Не просто привезти водичку, да, ящик поставить на ступеньки и убежали, нет. Это понятно. И это здорово, да, получается, что у вас каталоги такие прям персонализированные. То есть вы берете вот эту штуку из прошлого, это был важный каталог, на самом деле прикольные времена были, но не очень экологичные. И еще, да, еще в нем писали цены под позициями, какая может быть цена лучше. Вот это, конечно, я представляю, какой-то был кошмар с точки зрения того, что все, там цена поменяли, нельзя менять цену, еще каталог актуален, цену не меняйте. Да-да-да, нет, это действительно, конечно, прошлый век. И вы это диджитализируете, приносите это в новый век. Хочется поговорить с тобой про, знаешь, еще следующий, ну, в кавычках, новый век. И то, какие технологии могут все это ускорить. Потому что, ну, понятно, мы сейчас все находимся в информационном поле этого искусственного интеллекта и, в общем, разговоров про то, как это все поможет нам масштабировать. Расскажи, пожалуйста, смотрите ли вы в какие-то вот такие технологии, которые могут помочь вам ускорить все это. Не буду много фантазировать. Безусловно, есть ряд продуктов, которые коллеги, в частности, из B2B направления разрабатывают. Да, и я знаю, что у них в работе какой-то интеллектуальный подход к развитию территории и так далее. Но не буду об этом говорить, да, поскольку не являюсь экспертом в этой области. Вот, при всем при этом мы, наверное, текущий инструментарий используем, стараемся использовать на 100%. Потому что, опять же, если брать B2B историю, стать ближе к клиенту через приложение, и сейчас приложение находится в активной эквайзе роста. Слушаем обратную связь, прикручиваем всевозможные доработки фичи и так далее. И сообщаем об этом клиенту, что вот вы просили, пожалуйста, и вот вам теперь выходит персональное предложение на экран, вот что вы можете у нас приобрести. С точки зрения искусственного интеллекта, ну, наверное, этим может похвалиться наше SMM направление. У нас уже были истории рекламы, которые отрисованы, собственно, искусственным интеллектом, да, и, кстати, они очень круто зашли пользователям, да. Вот, это была достаточно эффектная компания. Из текущего, я думаю, что, наверное, это все вот то, что есть сейчас. Расскажи, пожалуйста, вот мы просто поговорили сейчас про все, что связано с стороной клиентской, а у вас же есть еще вторая там часть бизнеса важная, это ваши поставщики, потому что помимо STM-ов вы же продаете еще товары вот разных там поставщиков, ну, как любой классический ритейлер. Вы большая платформа, большой интернет-магазин, большая витрина. Предоставляете ли вы возможности вашим поставщикам как-то платно, сейчас это называется модным термином ритейл-медиа, прорекламироваться на ватной витрине и рассказать о своих товарах? Да, безусловно, у нас это во всех направлениях существует, если брать обычную витрину, если брать витрину, которая у нас B2B, то есть, учитывая, что еще у нас с поставщиками с многими многолетние отношения, да, и учитывая нашу специфику, эти отношения в том числе, они как бы партнерские, да, потому что, ну, во-первых, мы, наверное, в каком-то смысле, когда играем на одной поле, если мы не будем качественно взаимодействовать, да, это получится алый океан, где просто все бьются, да, как бы за одного и того же клиента, поэтому, да, мы предоставляем такую возможность взаимодействовать, да, и это направление сейчас разобрать. Это в e-com работают, да, то есть именно в рамках диджитал-витрины? Да-да-да, и как бы если брать B2B-витрину онлайн и C-витрину, это история... А в коммуникациях? То есть можно там имейлы какие-то на базу отправлять, персонализированные и так далее? Ну, на самом деле, по имейлам, вот сейчас ты спросил, а я такой немножко подвис, потому что я точно знаю, с точки зрения витрины, да, это работает, с точки зрения имейлов, наверное, не готов сказать. Окей, окей, интересно. Как ты думаешь, это история потенциально развивающаяся? Вы чувствуете, что это такое вот движуха, связанная с ритейл-медиа, вас тоже догоняет? Я думаю, что да, потому что, как сказать, вообще в принципе, вот эта вот история, что человек получает возможность серфить бесконечно интернет, ходит по разным сайтам, и сайты становятся отдельно такой, отдельной структурой. То есть если раньше это была глянцевая обложка, да, ну, у тех компаний, которые этим не занимаются, она до сих пор такая, да, то есть ты листаешь, не понимаешь, что где ты, да, это как будто глянцевый журнал. А большинство технологических компаний современных, они делают из этого полноценный, как сказать, такой гипермаркет, который находится где-то там в пространстве, и ты где-то можешь получить дополнительный сервис, где-то ты можешь получить доставку, где-то ты можешь получить все, и сервис, и доставку, и вот тебе еще подарочек, и вот тебе мы еще дошлем промокод, то есть и ты сходишь на один из ресурсов, ты такое ощущение, как будто полноценно прогулялся по ТРЦ, да, но только у себя дома за ноутбуком. Вот, поэтому я думаю, что за этим однозначно есть будущее, потому что те платформы, которые развиваются, имея стабильную клиентскую базу, у них как раз так есть возможность рассказать своей клиентской базе что-то новое, да. И тут просто вопрос актуальности этого ресурса. То есть если этот ресурс интересен потребителю, то да, если нет, ну тогда думай, как это ресурсно развивает. Смотри, ритейлеры в основном по миру запускают разные виды и форматы вообще чекаутов, так сказать. Есть эти магазины, значит, без продавца, там автоматизированы эти Amazon Go, там вообще что хочешь. Как у Метра обстоят дела? Чувствуете ли вы себя частью этой гонки по, значит, улучшению опыта чекаута и покупки? Ну, как я уже говорил, у нас достаточно такая классная, слаженная работа с направлением IT, да, и у нас IT, маркетинг и икон живут просто в одном инфополе. Поэтому любой проект, допустим, который я беру в работу, в свое направление, он рождает сначала такие огромные брейнш-сормы, каким образом это решить, да, и потом какой-то некий результат. Вот один из результатов, чем компания Метра может гордиться с точки зрения, да, там, интернет-продаж, оптимизации процессов, это запуск виртуальной кассы. Причем эта история была однажды впервые, скажем так, сделана для B2B, который мы пилотировали с точки зрения экспресса. Это было там год назад условно. И далее это получило уже распространение P2C, и это то, вот прям, чем команда IT и Кома гордится, потому что, ну, первое, это дало оптимизацию операционного процесса внутри торгового центра. То есть пробитие происходит... Все. Что такое виртуальная касса? Как это работает? Это такой специальный робот. Нет, сучу. А это, кстати, на самом деле, такой некий виртуальный движок, как бы есть служебное название, но я его не буду называть, потому что оно все равно ничего не скажет, да? Вот, это некий такой виртуальный онлайн-механизм, который позволяет сразу забрать заказ, который был собран в онлайне, пропустить его через кассовую систему, и уже, как говорится, то есть магия происходит, и заказ готов к вручению клиентов, и он пробит. А, это когда, собственно, ты в онлайне заполняешь заказ, приезжаешь в магазин, и тебе его уже собранные отдают. Нет, а это самовывоз. Это самовывоз, да. Вот и я думаю, что мы описываем самовывоз. Нет, нет, нет. История в том, что перед тем, как заказ приедет к вам домой либо к вашему бизнесу, соответственно, есть большой процесс сборки. Когда-то он короткий, когда-то очень длинный, в зависимости от количества позиций. В ритейле, который ты привел в пример, там как раз есть вот эта история с очередями возможными, которые могут возникать в высокий сезон, если много заказов, да, и раньше, как это было, и у некоторых наших коллег с рынка есть сейчас, ребята, которые собрали заказ, они становятся в длинную очередь. Вот. Мы эту историю победили, как раз с точки зрения того, что тогда сборщик заканчивает собирать заказ и подтверждает, что заказ собран, в этот момент происходит пробитие заказа. То есть ему не нужно физически вставать на кассу, где заботливый кассир просканирует каждую позицию. То есть пробитие происходит, скажем так, в виртуальном кассации. Прикольно. То есть а у них терминалы сбора данных какие-то есть? А, ну, у них приложение сборщика, да, с помощью которого они осуществляют сборку, да, оно с совместными усилиями интегрировано, две системы в одну, вот, соответственно, вот происходят все необходимые этапы проверки, но это секунда, да, то есть это доля секунды, да, за которую условный заказ, который вы собрали в корзинку, скажем так, да, он пролетает в всю систему, да, там, включая кассу, и на выходе происходит пробитие заказа. То есть, ну, процесс сокращен, там, просто от головы. Это же B2C-шный пункт, то есть это я, как клиент, приезжаю в метро, могу собрать такой заказ? Нет, это сборщик. Это для сборщиков. Все, я... Да, 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 окей, 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 окей. А раньше они шли на кассу? Да, раньше они шли на кассу, и там сейчас в других ритейлерах они тоже в метро-ситуациях ведут на кассу. Конечно, этот процесс сам по себе облегчен, то есть кто-то применяет QR-кода, и так далее, и так далее, но в целом этот процесс когда-то должен дойти, да, если много заказов постоять все какое-то время, да, здесь все происходит за долю секунды. Мне кажется, что просто у всех есть терминал сбора данных, и это все через них происходит, прям там накладная, и все. Не всегда, не у всех. В политическом ритейле не всегда. А есть ли эксклюзивы для онлайна какие-то? Тут, наверное, в точке зрения предложений больше. Вот, то есть, если, допустим, в офлайне существуют те позиции, которыми мы гордимся, да, и собственные торговые марки, по большей части, да, во всей своей красе представлены в торговых центрах, да, вот, то онлайн-история, показывает аналитика рынка, да, сейчас клиенты очень любят промо, вот, поэтому тут мы персонализируем, скажем так, предложение, потому что, оказывается, у слайд и онлайн-клиент отличаются. Соответственно, они идут за разным, наверное, больше отличия в этом. Окей. Ваш, спасибо большое за то, что познакомил нас с бизнесом метро. Я думаю, для многих было любопытно узнать, потому что, действительно, бизнес у вас, ну, такой, в общем, не у всех фуд-ритейлеров, он состоит из таких массивных двух частей B2B и B2C, в основном там люди либо с B2B, либо с B2C работают, и то, как вы это дело объединяете, это интересно, и вот целый час, конечно, мы прям разбирались в том, как это происходит, это дико интересно. Будем с интересом наблюдать за вашим развитием, и надеемся, что расскажешь нам в будущем про новые проекты, которые вы реализуете. Да, спасибо огромное, был рад поделиться. Вот, если хотите получить карту метро, это легко сделать. Да, друзья, переходите в описании к этому ролику, там вас ждет промокод от метро. Если вы новый клиент, то вас ждут подарки и приятные сюрпризы от метро. Друзья, я напоминаю, что если вам понравилось сегодняшнее интервью, то нужно обязательно поставить лайк. Если вы хотите снова смотреть интересные интервью с лидерами рынка ритейла и e-com, то подписывайтесь обязательно на канал, и каждую пятницу у нас выходят новые интересные интервью. Желаю всем успехов, всем пока-пока. Паш, пока. Пока.